Я ожидал, что нефть упадет, но она выросла. Что случилось? Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, что я ожидаю падения нефти. И мои ожидания основывались на техническом анализе. Но случилось непредвиденно. Как всегда, технический анализ подвел, и нефть упала. И у меня люди спрашивают, что ты делал, как у тебя дела. Рассказываю. Смотрите, вот то, что я публикую в своем телеграм-канале для тех, кто занимался на курсе по опционам. Посмотрите, вот здесь я опубликовал это видео. Вот оно. И посмотрите вот эту картиночку, которая была. Вы видите ее в предыдущем видео. Ссылочку вон там на это видео вы можете увидеть. Теперь смотрите, что произошло дальше. Вот я уже... Все, кто на моем телеграм-канале, они уже все знают, что произошло дальше. Ну, здесь вот мы делимся разной информацией. Вот оно. Посмотрите, что произошло. Я пишу. Конечно, я рассчитываю, что нефть упадет. Но на всякий случай я поставил стоп. При этом я сначала поставил... Прежде чем поставить стоп, я проверил, сработает ли он, хватит ли ГО для того, чтобы сработал этот стоп. Это тоже важно, потому что может и не хватить. Там под завязочку все. Вот. И я поставил. У меня дельты было минус 15, а в заявке 10 лотов я поставил на покупку, чтобы сработал наверняка. А потом добью. Вот посмотрите, где я поставил стоп. Вот она порог, когда нефть начинает снижаться. В смысле, моя прибыль начинает снижаться. Прибыль – это та, которая будет во время экспирации. А красная линия – это текущее положение. Вот оно. И вот здесь вот оно, видите, здесь 31. И я ожидал, что выше, чем 31, она не поднимется. Вот здесь вот на 31 с чем-то я поставил стоп. И на 4 часа забыл про все. Вот. И, блин, пишу через какое-то время. Смотрите. Похоже, пробило уровень. Вот он, мой стоп сработал. А вторая зеленая стрелочка, видите, сработала. Вторая сделка. Догнал и обнулил дельту. Кто закончил курс по опционам, понимает, о чем речь. Я обнулил дельту. Посмотрите, как теперь выглядит после этих двух сделок. Вот оно мое. Я на вершине. Дальше вот сюда идет. Но при этом дельта, вот она, красная линия, у меня уже не генерирует убытки. То есть я купил сколько-то фьючерсов и обнулил. Вот они, 18 фьючерсов я купил. Я обнулил дельту. Что я сделал следующее? Ну, здесь обсуждение. Вот. Что я сделал дальше? А дальше, что у меня получилось? Смотрите. У меня фьючерсы генерируют, ой, вот так. Фьючерсы генерируют прибыль. А проданные опционы генерируют убытки. В результате я там зафиксирован и я зафиксировал, что внутренняя стоимость у меня не уменьшается. То есть у меня опционы генерируют прибыль, а фьючерсы у меня генерируют прибыль купленные, а опционы генерируют убытки. Ровно такие же. Дельта равна нулю. Что было дальше? А дальше я взял и выкупил опционы с 31 страйком и продал опционы с 32 страйком. Почему? Потому что когда нефть превысила 32, что получилось? У меня следующая картина. Смотрите. Она практически не отличается от той, которая была днем ранее. Но ступенечка начинается уже не на 31, а на 32. То есть ничем не отличается. Посмотрите. Прибыль, ожидаемая во время экспирации, те же самые 50 с небольшим тысяч. Посмотрите. Вот. Ой. Тут больше. В районе 70 тысяч прибыль на момент экспирации. И просто все сдвинулось. Сдвинулись опционы. Ничего не изменилось. Вот я продал фьючерсы. То есть я сдвинул. Нефть, видите, вот здесь вот пошла вниз. Вот она нефть пошла вниз. И я продал эти опционы. Вернее, я продал эти фьючерсы на нефть. Ну а при этом сдвинул. То есть я выкупил опционы, которые уже не на центральном страйке, а продал те, которые на центральном страйке с максимальной временной стоимостью. Кто на курсах, тот поймет. Вот что получилось. Вот и все, собственно говоря. Что произошло в пятницу. В пятницу я сделал то же самое. Я сделал, поставил заявочку стоп именно уже на 33. Потому что, ну если нефть уже пробила, то куда она денется? Она попрет дальше, ребята. Вот, и поэтому я поставил стоп. Думаю, ну как, упадет так упадет. Значит, это самое, все нормально будет. Если она превысит 33, то я ее снова куплю фьючерсы и сделаю то же самое. В принципе, то же самое и случилось. Но это уже было ожидаемо. И я снова передвинул. У меня уже стратегия выглядит вот так. Сейчас я загружу. Сейчас 32 доллара 81 цент. Стоимость нефти видим, да? Смотрим сюда. И вот она моя стратегия. У меня уже проданы 33 опционы колл с 33 страйком. Куплены с 34 и с 35. И глядя на график цены. Так, дневной, наверное, стоит посмотреть. Глядя на график, посмотрите. Что показывают нам ленты Бойлинджера? 35. 35. Поэтому у меня 35 коллы куплены. И в идеале я буду делать все точно так же вплоть до 30, до цены нефти 35. В этом случае все будет идеально. Когда у меня, тогда у меня на момент, когда будет 35, у меня будут проданы вот эти. Я выкуплю, и у меня останутся только купленные опционы колл, которые продолжат расти дальше. Ну и при этом будут для компенсации фьючерсы, судя по всему. И все это я продам, как только нефть развернется. Посмотрите, какие сроки. 26.05. Сегодня у нас 16 число, поэтому еще все впереди. До 26.10 дней. Может произойти многое. 10 дней это не так уж и много. На самом деле это всего лишь неделя с небольшим. Смотрите, красная линия. Это как меняется моя вариационная маржа, как меняется моя позиция сейчас, в данный момент. А вот это цель. Цель, моя прибыль опять в размере 70 тысяч рублей. Цель не изменилась. Ну и даже убытка особого не было. Вот таким образом я двигал опционы. Как я это делаю, я рассказываю на курсе по опционам. Все, кто занимается, отзанимался на курсах, все понимают. И все видят это в чате. В чате продолжается, как вы видите, обучение. Поэтому для того, чтобы записаться на курс, вон там ссылочка. Ну да, он сейчас подорожал. Больше дорожать не будет. Но сейчас, да, вот кто не успел, тот опоздал. Вы видите, что при сумме в 100 тысяч рублей можно за месяц сделать, вот еще добавить 70 тысяч. Но надо управлять. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. Пишите свои комментарии. Пишите свои комментарии. С вами был Демятков Юрий. Пишите наши комментарии. Продолжение следует...